Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров снова состоялось в отсутствии подсудимых Беслана Бганба и Димура Ахалая. Также на суд не смогли явиться 8 свидетелей. Пришли трое. Первым показания дал бывший сотрудник государственной службы охраны, сослуживец подсудимого Дату Ахалая Инал Цвижба. В ноябре 2019 года он разрешил своему начальнику Ахри Джопуа спрятать оружие в своей нежилой квартире в новом районе. Был начальник Ахри Джопу у меня и как-то сейчас дословно, как я показания давал, сейчас может быть так и не помню, это было как два года тому назад, что набрал, начальник мой попросил, чтобы я положил у себя дома оружие на 10-15 дней буквально, чтобы она у меня лежала, что после 10-15 дней, что он уберет, он ел. Я не уточнял это оружие откуда, откуда он взял. Я приехал к нему во двор, машина стояла, загруженно взяли, положили у себя. Я сам лично ему помогал, подняли, положили. Первый раз, когда мы занесли, я и мой начальник был. А второй раз, когда мы пришли, чтобы припасы поднимали, я, Дату и Ахалая. Через некоторое время Дату Ахалая также попросил Инала Цвижба положить в эту квартиру еще оружие. Да, некоторое время проходит, там буквально не могу сказать, сколько дней сейчас, точнее, приезжает ко мне Дату Ахалая. Ну, приехал, и там пару единиц, я с ним поехал, так же, как еще у меня были, я поехал с ним, спросил у него, Ахра, депло в курсе, командир наш, он говорит, да, Ахра знает. Пошли, доложили туда. Ну, откуда он взял дату, его, ми его, я вот ответ дать не могу вам. Что наложил, котрое, помогли? Ну, что Ахра пришел, что надо поднять, подложить туда. Что подняли? Продолжили туда. Ну, они, пару единиц, наверное, автоматов было, и сумка одна. Я дверь открыл, поднял, положил. В мае 2020 года, спустя шесть месяцев, сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в квартире в новом районе. Приехали сотрудники милиции и забрали меня, сказали, что в отделение поедем. Я долго, не думая, оделся, с ними машину сел, и мы поехали, попадаем не в отделение, мы поехали прямо на район, Картозья, 11. По вышеуказам квартиры моей, где я прописан, где я жил, где у меня ремонт шел. Они мне, когда сказали, открой свою квартиру личную, двухкомнатную. Там, как моя соседка имела ключи, я перед всеми позвал ее, она ключи спустила, мы зашли в двухкомнатную квартиру. Зашли, осмотрели, при выходе, сами же сотрудники милиции, указывая однокомнатную квартиру, вот по той же площадке, попросили открыть эту квартиру. Квартиру, как я не мог открыть, у меня не было ключей. Ключи у меня где-то на вокзале Дизаря, где я жил, там было. Оттуда обратно, они меня ввели, в холме, оттуда с конвоем. Приезжаем на Дизаря, 72 квартира. Супруга спускается, дает сотруднику ключи и попадаем обратно на район. Отвечая на вопросы адвокатов, свидетель не смог толком объяснить, почему его показания были депонированы. Эта процедура фиксации показаний в присутствии судьи применяется на предварительном следствии, когда есть основания полагать, что свидетель не сможет лично выступать в суде. Иннал Цвишба сначала сказал, что опасался за свою жизнь. Затем на уточняющий вопрос Игоря Скнарина сообщил, что угрозы его жизни не было. А позже, отвечая на вопросы судей, сообщил, что были планы сменить место жительства, не связанное с данным делом. Прокуратура ходатайствовала об оглашении показаний Иннала Цвишба, так как на допросе он не смог вспомнить, как дату Ахалая объяснял необходимость спрятать оружие в его квартире, а также не смог перечислить количество и виды оружия, так, как делал это в ходе предварительного следствия. Адвокаты выступили против, но суд удовлетворил ходатайство. В конце декабря 2019 года ко мне подъехал Ахалая Дату, который также попросил меня положить в указанной квартире моей сестры, находившись у него дома, в оружии, заверил, что заберет его вместе с Ахрой, мотивируя это тем, что хранится и оружие Джопуа, и что они вместе все заберут. На что я согласился, хотел так быстро избавиться от этого оружия. Ту же ночь Ахалая Дату приехал в квартиру моей сестры, принадлежащей ему оружие в количестве автоматы, примерно 6 штук, изношенные на вид, точно вспомнить не могу их количество. Гранатомет, выстрелы от гранатомета, ручные гранаты, пулеметы, патроны. Насколько я помню, были мины, тротиловые шашки. Все, арсенал вспомнить не могу, так как оружия и боеприпасов было очень много. Насколько мне стало известно, Ахалая попросил меня об этой услуге после того, как его вызвали в прокуратуру, где допрашивали по факту убийства, происходящего на набережной в городе Сухум в ноябре 2019 года. Позже мне стало известно, что Ахалая был задержан по подозрению в указанном преступлении. Это меня очень обеспокоило, я периодически начал звонить и настоятельно просить Ахру избавить меня от этого груза и забрать все оружие, на что последний постоянно тягивал время. Инал Цвижба подтвердил свои подписи, но частично опроверг показания. По показаниям сейчас, что озвучили, вы почитали, да, я согласен, но частично там, может, сам, кто меня допрашивал, судья или как, следователь, правильно сказать, может, он мои слова не услышал нормально. Я ещё раз озвучил, я квартиру никому не открывал, никого не приводил туда. Меня туда привели. И по отношению дата Ахалая я её не озвучивал. Может, он мне так не услышал, что я сказал, что он принёс положил. Но что там было, я не озвучивал. Я при обыске тогда увидел. Следующий свидетель Астан Базба – близкий друг свидетеля Зухраба Шенкау. В день убийства на набережной они вместе чинили свои автомобили на профилактике в районе Маяка. Там же услышали о преступлении. После профилактики забрали мать Зухраба Шенкау с работы в районе рынка и поехали на турбазу домой к Жанне Шенкау, сестре Зухраба. На следующий день по просьбе Зухраба Астан помогал искать его товарища – Мурата Узун Йокубуглы. На следующий день Аслан ко мне приехал часам, наверное, к десяти. И сказал, что друг его какой-то, сейчас не помню, его задержали. В Драндах жив он, Мурик, по-моему, или Мурат. То, что его задержали, и супруга попросила помочь найти его в каком отделе он задержан. Попросил меня поехать вместе с ним. Я поехал вместе с ним, и поехали на новый район. Забрали супругу Мурата, и вместе ездили, заехали на новый район в отдел нового района. Спросили, звонили, спрашивали, искали, но мы ничего не смогли найти. Мы заехали на район, с района приехали в город-отдел, там спросили, я позвонил тоже своим знакомым, никто ничего не знает, и он меня оставил домой. А, мы еще заехали куда-то на Титова, по-моему, супруга попросила его, этого, Мурата. Заехали куда-то на Титова, и оттуда уже он меня домой отвез. Свидетель подтвердил, что знаком с Эриком Чкадуа через Зухраба Шенкао. Знает, что Эрик и Жанна Шенкао состояли в отношениях. Отвечая на вопрос Руслана Тыркба, Астан Базба сообщил, что его допрашивали два раза, и объяснил, почему показания в этих двух допросах разные. Разница в том, что изначально, вообще, когда нас задержали вместе с Асланом, на второй день меня привезли в прокуратуру, меня самого задержали тоже, привезли в прокуратуру и начали допрашивать. Я когда спросил вообще, в чем дело, как бы, ну, по какому делу, я не понимал, кого подозревают вообще, в чем дело, меня или Аслана. И я сказал, что Аслана не было, в основном, на 22 число, потому что я вообще не понимал, в чем дело происходит. Потом меня опять отвели в МВД, я 15 суток отсидел, которые мне дали, административное наказание отсидел. Когда я выходил из МВД, мне сказали, что тебя хочет допросить прокурор. Я говорю, замечательно, но я уже там, в самом МВД, понял, в чем кто подозревается, вообще, в чем дело. Я там понял это все и хотел дать показания. Я говорю, как раз, хорошо, я тоже хочу, говорю, кое-что сказать. После чего меня с МВД отвозят в город дел. Никакого ни прокурора, ни следователя, никто ко мне не пришел. Меня три дня там просто так держали, хотя мои 15 суток закончились. Три дня держали, после чего меня отпустили. Как только я вышел на второй, по-моему, день, я пришел в прокуратуру, сказал, что я хочу изменить показания. Меня спросили, почему. Я сказал, я понял вообще, в чем дело происходит. Хочу сказать, как есть. Пришел, рассказал все, как есть. Сторона защиты спросила, известно ли Астану Базба, по какой причине свидетель Зухраб Шенкау покинул Абхазию и не хочет возвращаться. Он мне сказал, что его вообще вывезли, туда оставили, и что он там находился. Вывезли. Вы оставили, в смысле? В смысле, сотрудники после того, как его освободили, его вывезли в Российскую Федерацию, там оставили, как бы, ну и все, и теперь он там находится. А сейчас что, когда вернешься, когда вернусь, скажу, сейчас. Следующий свидетель – сотрудник службы госбезопасности Тимур Хагба. С учетом его должности и необходимости дальнейшего участия в оперативной работе, в репортаже его внешность будет скрыта. Тимур Хагба принимал участие в оперативном сопровождении на всех этапах данного уголовного дела. В частности, сотрудники его отдела установили марку и номер машины, на которой передвигались убийцы, узнали, что в октябре 2019 года ее купил подсудимый Димур Ахалая, бывший сотрудник СГБ. Далее оперативники выяснили, что 19 ноября за три дня до убийства машину затонировали. В отношении указанных лиц нами ранее проводились оперативно-расскные мероприятия. Соответственно, в соответствующей форме нами проводились оперативно-технические мероприятия в отношении данных лиц. Данная информация была получена именно от снятых каналов связи, то есть с проведением УТМ, ПТП. Соответственно, мы увидели, что 19 числа происходил процесс тонирования данного автомобиля, а именно в котором были зафиксированы дату Ахалая, Чкадо Эрик Юрьевич и Блаба Слан Таурович. По версии оперативников, в преступлении был также задействован красный Хюндай. В него пересел кто-то из злоумышленников после совершения преступления и скрылся, в то время как белый Марк 2 отправился в сторону депо, где был найден сожжённым. С помощью камер видеонаблюдения и биллинга телефонов оперативники установили маршрут владельца и водителя красной Хюндай. Данная автомашина, принадлежа фактическим её владельцем, являлся Джону Алхас, который... Но номерные знаки на данной автомашине были зарегистрированы на супругу Ахалая Дату. К нами были сняты камеры видеонаблюдения за тот день, именно за 22 число, по всему её маршруту, где она, в принципе, попадает во все точки параллельно с машиной белого цвета. Джопо Алхас Вадикович управлял данной автомашиной. Лично я с ним не беседовал, но, насколько мне известно, он далее объяснял это то, что у него какие-то личные дела были. Тимур Хакба также подробно рассказал суду о маршрутах передвижения обеих машин и об обстоятельствах задержания всех пяти подсудимых. Отвечая на вопросы адвокатов, он не смог точно назвать номера белой Тойоты Марк-2 и Автандил Чкадуа ходатайствовал об оглашении показаний Тимура Хакба. Обвинения и адвокат потерпевших выступили против, но суд ходатайства удовлетворил, при этом отложил оглашение показаний на следующее заседание. Оно состоится 5 апреля.